МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Я Дмитрий Напалков, и в эфире программа врачей на общественном телевидении России. Программа, которая рассказывает о первых признаках различных заболеваний, и о том, чем современная медицина может помочь в их профилактике и лечении. Сегодня тема нашей программы – диабетическая нефропатия. Диабетической нефропатией называют поражение почек при сахарном диабете. Согласно статистике, в России около 6 миллионов жителей страдают сахарным диабетом. При этом нефропатия выявляется у 75% пациентов независимо от типа диабета. Через 15-20 лет с момента дебюта заболевания у пациентов, как правило, отмечается выраженное ухудшение функции почек. Существует ли предрасположенность к развитию диабетической нефропатии? Какие начальные симптомы должны насторожить пациента и есть ли они вообще? Чем современная медицина может помочь в таких ситуациях? Об этом мы поговорим сегодня с нашим экспертом. Минара Шамхаловна Шамхалова. Врач-эндокринолог, диабетолог, заведующий отделением диабетической болезни почек и посттрансплантационной реабилитации Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России. Профессор кафедры диабетологии и диетологии. Доктор медицинских наук. Здравствуйте, Минара Шамхаловна. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Мы сегодня с вами будем обсуждать тему поражения почек при сахарном диабете. Скажите, пожалуйста, как вы, эндокринологи, различаете? Поражение почек было связано с тем, что у пациента длительно протекала гипертония. Ведь у очень многих пациентов с диабетом имеется гипертония. Может быть, атеросклеротический процесс прогрессирует? Или это всё-таки сахарный диабет во всем виноват? Очень хороший вопрос, Дмитрий Александрович, потому что он актуален для больных диабетом второго типа. Но если при первом типе всё-таки мы имеем такую чистую модель поражения почек при диабете, хотя там тоже не всегда всё бывает, так скажем, ясно и понятно, но в основном это, в общем-то, чистая диабетическая нефропатия. При втором типе, как правило, мы имеем, так называемый, сложный генез поражения почек. И у них, как правило, сочетается много проблем, которые приводят, в общем, к общей потере почечной функции. Ну, это, конечно, вы уже напомянули гипертоническая болезнь, потому что, как правило, пациенты уже с этой проблемой вступают в диабет. Это может быть ишемическая нефропатия, связанная с поражением сосудов почек. Это может быть хроническая мочевая инфекция, тоже часто преследующая пациентов определённого возраста. Это могут быть чисто нефрологические проблемы, первично-почечные патологии, гламерулы, нефриты. Это могут быть социальные поражения, связанные с приёмом определённых лекарственных препаратов, токсичных продуктов, ну и, конечно, диабетическая нефропатия. Как же мы в этом, вот, так сказать, в таком хороводе различаем именно диабетическую нефропатию? Ну, есть определённые, конечно, опорные точки, но здесь тоже несётся всё просто, потому что уже ставя диагноз диабет, мы иногда выявляем сразу поражение почек. Давайте покажем нашим телезрителям, для тех, кто, может быть, не вдаётся в детали, как устроены почки и, собственно говоря, что происходит с ними, когда у пациента развивается сахарный диабет. Давайте. Ну, здесь представлена структура почки, это хорошие, здоровые, нормальные почки. И вот та структурная единица почки, которую мы называем нефрон, да, это вот, так сказать, вот этот клубочек, канальцы, собирательные канальцы, максимальные, дистальные. Вот это единица такая, которая ответственна за работу почек. Мы все рождаемся с конечным числом вот этих вот структурных единиц. Ну, в здоровой почке, как правило, в каждой почке по одному миллиону этих структурных единиц. К сожалению, в течение нашей жизни или под влиянием возраста, или под влиянием каких-то факторов, их число, скажем, теряется невозобновляемо. Это очень печально. Более того, иногда рождаются люди с таким врождённым дефицитом нефрона, так называемой олигонефронией врождённой. Но это, если так упрощать, говорим, что иногда очень важно спрашивать пациент, с каким весом он родился. И поэтому число нефронов обычно пропорционально тому весу, которому он родился. Если родились люди гипотрофичные, с малым весом, то, как правило, у них и число нефронов будет небольшим, и это уже будет фактором риска последующего зрителя почечной патологии. Ну, вот здесь показан отдельно клубочек. Это очень важная, так скажем, структурная единица, выносящая артериал, сеть капилляров. Вот именно здесь разворачиваются первые драматические события при диабете, а потом уже поражается и остальная часть нефронов. В общем-то, всё это поражено, и вот это вот хорошо показано, здесь выделено, что где всё начинается. Вот давайте посмотрим на следующую картинку. Здесь как раз будет сравнение нормы и сахарный диабет. Вот что там вот это начинается, как раз с поведем, о чем вы говорили. Да, я хотела начать с этого именно. Именно вот, так скажем, первично, так сказать, гламерулярное поражение, то есть когда первично поражается клубочек. Ну вот в норме, вы видите, здесь приносящий, выносящий артериал, всё хорошо работает в штатном режиме, формируется, так скажем, нормальная моча. А вот при диабете вы видите, как ситуация, так скажем, меняется. Вот здесь идёт, так скажем, некоторый дисбаланс тонуса и приносящий, и выносящий артериал. Расширяется приносящая, сужается выносящая. Это под действием гипергликемии, других метаболических факторов, дислепидемии, гемодинамических факторов. И вот в самом этом клубочке создаётся такое повышенное внутри клубочковое давление, вот гипертензия. Вот это очень важный такой механизм, который запускает все дальнейшие патологические процессы, не только при диабетическом поражении, такой универсальный механизм поражения почек. И вы видите, что в результате в мочу попадают те вещества, которые обычно там не содержатся. В данном случае вы видите, это белок мочи. Если вовремя не пресечь вот этот механизм внутри клубочковой гипертензии, как правило, мы его пропускаем, то процесс уже примет такой необратимый и длительный характер. Я так понимаю, что необратимый характер мы с вами видим вот на этой картинке? Это уже терминальная стадия. Вот видите, здесь здоровая почка показана. Это уже сморщенная, уменьшенная в размерах, вся поражённая почка. Но это уже, так скажем, финал, очень грустный финал, терминальная почка, когда, наверное, речь идёт уже об инициации заместительной почки. Но мы ведь знаем, что если говорить о предрасположенности, то к сахарному диабету, например, второго типа предрасполагают, в том числе, разные наследственные факторы. Они активно изучаются, там уже более, там, по-моему, 10, если не 20 различных вариантов. А если мы возьмём группу пациентов с сахарным диабетом, внутри этой группы, есть ли у каких-то пациентов предрасположенность вот именно к такому быстрому прогрессированию поражения почек? И что это за фактор риска? Контроль, углеводный обмен, управление, клейкемия, да, это, конечно, первый очень важный фактор. Но это то, что человек сам может и должен контролировать. Сам может, должен. И очень важно, действительно, вот эти вот первые месяцы, первые годы жизни с диабетом, когда формируется вот так называемая или позитивная, или негативная метаболическая память. Организм был опамятный, он всё запоминает, как с ним обошлись, хорошо или плохо, и дальше, так скажем, будут уже развиваться эти осложнения или не развиваться. Очень важна длительность заболеваний, потому что, к сожалению, время работает не на нас, не на пациента, и чем дольше длительность заболеваний, естественно, накапливаются проблемы, может быть, и не на прямые, не связанные уже с контролем, управлением клейкемии, а другие проблемы. Длительность заболеваний, конечно, наследственностью говорили, если в семье есть люди подвержены этому. Потом целый ряд сопутствующих почечных заболеваний, прежде всего, это инфекция мочевая, это какие-то урологические проблемы могут быть, может присоединиться первичная почечная патология. Конечно, это контроль артериальной гипертензии, это очень важно для наших пациентов, потому что даже вот тот механизм, о котором я говорил, треклобочковая гипертензия, действительно, подогревается ещё и гипертония. Конечно, уровень липидов очень важен, потому что, казалось бы, что почки и холестерин на самом деле это очень важные процессы, и контроль липидного обмена для наших пациентов, уровень мочевой кислоты, ну, в общем, видите, очень много факторов. Я бы ещё хотела обратить внимание ещё на одну вещь, что мы говорили про белок в моче, да, это такой кардинальный, важный признак, но мы имеем теперь такую особенность эволюции этого осложнения, что так называемый нормоальмоменорический вариант поражения почек при диабете. Альбомин – это? Вот тот сосаная часть белка, который, вот, по которому мы ставим диагноз, который попадает вот в это мочо, который не должен быть там в норме, и вот, действительно, может быть, поэтому мы упускаем часть больных, потому что мы ориентируемся только на белок в моче. И действительно растёт плеяда пациентов, у которых, так называемый, нормоальмоменорический вариант поражения почек. То есть когда белок в моче определяется в пределах нормального значения, но у них падает скорость клубочковой фильтрации. А что мы можем предложить пациенту нашему для ранней диагностики? Это скорость клубочковой фильтрации и соотношение альбоменкреатинина разовой, желательно, утренней порции мочи. Что такое скорость клубочковой фильтрации? Ну, это вот, скажем, косвенно отражает число функционирующих нефронов. Мы говорили о них, да, конечно, количество их трудно измерить, а вот по скорости клубочковой фильтрации мы можем это сказать. Поэтому если мы рассчитаем скорость клубочковой фильтрации, определяя уровень креатинина в сыворотке крови, то... И для этого надо очень мало знать. Врач на приёме, имея, так скажем, в своём гаджете эту формулу, он может легко посчитать. Нужно знать уровень креатинина в сыворотке крови, нужно знать возраст пациента, расовый, половый принадлежность. Очень мало информации, доступная, так скажем, в любой ситуации. Если скорость клубочковой фильтрации, она больше 60, то мы говорим, что, в принципе, повода для беспокоясь на данном этапе нет, а если скорость клубочковой фильтрации оказалась меньше 60, то, конечно, это уже звонок. Почему число 60? Как правило, вот это число 60 отражает гибель 50 и более процентов нефронов и говорит о том, что процесс принял необратимый характер. Ну, и второй показатель, сказал, в соотношении альбомин креатинин, отдельно взятой утренней порцией мочи, не нужно собирать суточную, это очень трудоёмко. Если у нас показатель выходит за пределы нормального уровня, надо обязательно ещё раз перепроверить в пределах одного-трёх месяцев. И вот опираясь на эти две точки, скорость клубочковой фильтрации и глинури, мы можем поставить диагноз. Предлагаю сейчас нам перейти к столику с продуктами и поговорить о том, что может замедлить процесс поражения почек при сахарном диабете. На нашем столе представлены продукты. Часть из них мы можем рекомендовать пациентам с сахарным диабетом, а, наверное, большинство нужно ограничить или просто запретить. Я предлагаю сейчас для наших телезрителей обсудить всё по очереди. С чего начнём? Ну, начнём, конечно, с белка. Как только функция почек начинает снижаться у наших пациентов, надо в питании ограничить белок. В данном случае здесь представлены и растительные, и животные. Вот растительные – это грибы, орехи, фасоль. Это надо ограничить. Всё, и растительные. Любые. Да, но это очень разумные ограничения. Это не исключение ни в коем случае, потому что белок – это важнейший компонент для строения нашего организма. Поэтому в данном случае мы говорим 0,8 грамм на килограмм идеальной массы тела в сутки. Это очень маленькие ограничения. Совершенно, так скажем, я думаю, что мы и не едим больше белка, как правило. Только не касается ограничений беременных ни в коем случае и растущий организм детей и подростков. Это очень важно. Ну, конечно, надо выбирать те белки, где они меньше сочетаются с жирами, насыщенными. Ну, вот я так понимаю, вот в частности, вот так приготовленное мясо, жирное, и ещё со специями, это всё-таки не лучше. Наверное, сыр должен быть минимальной жирности, рыба должна быть там тоже какая-то, так сказать, ну, в любом случае, рыба лучше, чем мясо, конечно, да. А мясо лучше отварное. Да, да, да. Ну, в общем-то, и не есть каждый день яичный белок. Он хороший, полноценный, но, наверное, ограничить его там два раза в неделю. То есть белок пациент должен получать в разумных количествах ежедневно. Это очень важно. Ну, таким образом, давайте резюмируем. Белок необходим. Белок необходим сбалансированный. Нужен и животный, и растительный, но при этом объём потребляемого белка ограничиваем. Ещё очень важно, что мы рассчитываем этот 0,8, что я сказала, грамм на идеальную массу тела, потому что мы знаем второй тип, ассоциирован с ожирением, поэтому если получать на реальную массу тела, мы получим очень большие цифры. Ну, ещё очень любят наши телезрители вот такие продукты. Консервы, чипсы, копчёности. Это продукты с богатым содержанием натрия. Понятно, что это консервы, понятно, что это мясные продукты готового приготовления, быстрого приготовления. Но вот с сладостями мы реже встречаемся. Почему? Потому что мы привыкли говорить о натрии, это как только соль, натрий хлор, где содержится 40% натрия. На самом деле натрий содержится в очень большом количестве продуктов. Это и сульфит натрия, и бикарбонат натрия, и цитрат натрия, которые используются для приготовления и мороженых продуктов, и сладостей, и консервов, и сухофруктов. Поэтому надо понимать, что смотреть вот эти вот маркировки продуктов, когда вы покупаете, какой натрий там содержится. Потому что не сводить всё просто к натрию хлору. На самом деле натрия очень много в различном виде, в различных солях, поэтому ограничение касается натрия. Если ориентироваться по натрию хлора, по соли, это должно быть не больше 5 грамм в сутки натрия хлора. Если мы говорим о чистом натрии, должно быть 3 грамма в сутки, не больше потребления. Но это, по сути, недосаливать пищу. Недосаливать пищу, да. И поэтому очень много ухищрений есть, когда мы говорим, что готовьте без соли, солите только при подаче на стол, не пользуйтесь в ресторанах соевыми и другими приправами, где очень много соли. Ну, какие-то ухищрения. Вот тут представлены продукты, которыми можно восполнить вкусовые ощущения в какой-то мере. Это вот куркума, это может быть чеснок, лук, лавровый лист, перец, ну, всякие травяные приправы и прочее, прочее. Это облагородит вкус, тот же самый сок лимона, да, облагородит вкус и придаст ему хорошие вкусовые ощущения, и пациент не будет себя чувствовать обделенным во всех радостях жизни, потребляя. То есть это можно? Это можно. Это для, так сказать, восполнения того натрия, от которого мы, так скажем, уберегаем нашего пациента. Вот, наверное, больше всего вопросов, конечно, это к продуктам, которые богаты калием. Если калий повыше, конечно, ну, надо учесть все возможные другие причины, но обязательно надо учесть те продукты, где содержится очень много калия. Ну, тут привезены картофель, банан, сухофрукты, орехи, шоколад, но калий надо обязательно контролировать и подстраивать своё питание под именно его уровень. Ну, тут, наверное, к этому очень хорошо пристраивается физическая активность, о которой мы тоже почти не имеем возможности говорить, считывая малое время на приём, хотя физическая активность тоже должна быть у пациентов наших достаточная. Те же самые 150-175 минут в неделю, каких-то, так скажем, аэробных упражнений, там, простая ходьба, доступная езда на велосипеде, плавание. Это тоже у нас не хватает времени, но это очень важно, потому что эти пациенты у нас страдают, и со временем идёт потеря мышечной массы, так называемый процесс саркопении. Вот это очень такой тревожный симптом, опять-таки, это и белковой энергетической недостаточности, и физической неактивности наших пациентов. Надо найти время, конечно, обговорить и питание, и физическую активность с нашими пациентами, это очень важно. Профилактика развития и сахарного диабета, и его осложнений – это очень и очень важно. Но, к сожалению, иногда врачи подключаются только на финальной стадии, на далеко зашедших стадиях, например, поражения почек. Давайте посмотрим сюжет наших корреспондентов из Ростова-на-Дону о лечении пациентов с помощью гемодиализа. Для того, чтобы узнать, как проводится гемодиализ, наша съёмочная группа побывала в одной из клиник Ростова-на-Дону, куда обращаются за помощью больные с терминальной стадии диабетической нефропатии. Очень важен тот период, пока человек может жить без диализа. И насколько человек к этому внимательно относится, насколько он прислушивается к советам врачей, настолько этот период может быть удлинён. Важно это потому, что в терминальной стадии нефропатии полностью утрачивается функция почек, и с этого момента гемодиализ необходим пожизненно. Не все пациенты это понимают. Процедура гемодиализа нужна пациенту не менее 72 часов в неделю. Пациент будет до конца своих дней три раза в неделю приезжать для проведения процедуры гемодиализа. Сегодня гемодиализ проводят с помощью специального аппарата, который называется искусственная почка. Во время процедуры происходит очистка крови так, как это бы сделала настоящая человеческая почка. Пациент подключается к аппарату посредством вот таких кровопроводящих магистралей. От него кровь забирается на аппарат, попадает вот такое приспособление, которое называется диализатор. Диализатор – это мембрана, с помощью которой и происходит очистка крови. С одной стороны этой мембраны проходит кровь пациента, с другой стороны подаётся специальный диализирующий раствор. И методом диффузии происходит очищение крови. Такая процедура длится в течение четырёх часов. Очищенная кровь возвращается обратно в кровеносное русло пациента. Гемодиализ выполняют и беременным пациенткам. В таком случае процедура выполняется ежедневно. Это достаточно серьёзное вмешательство. И нужно понимать, что четыре часа кровь пациента контактируется с народным телом. Конечно же, организм не может этого не замечать. Организм может давать на это какие-то непредсказуемые реакции. Но в целом с ростом качества продукции для гемодиализа это и высокобиосовместимые мембраны, и высокосовместимые кровопобочные проявления, какие-то реакции, они сведены практически к минимуму. Сегодня в России гемодиализная помощь набирает обороты, чтобы обеспечить доступ пациентов к жизненно необходимой процедуре. Поэтому с каждым годом специализированных гемодиализных центров в стране становится всё больше. Очень позитивная информация о том, что количество гемодиализных центров в стране увеличивается, но лучше не допустить, чем потом лечить. Давайте всё-таки скажем нашим телезрителям, наверное, перечислим в целом классы препаратов, которые позволяют уменьшить риск любых сосудистых осложнений, как крупных сосудов, так и мелких. Мы говорили о немедикаментозных методах лечения. Конечно, они действительно замедляют прогрессирование почечной патологии, но очень важно своевременно назначить им патогенетическую терапию. Это препараты, блокирующие активность ренинговой системы. Это ингибит классы, ингибитер ангиотезинопревращающего фермента и блокаторы рецепторов ангиотензина-2. Они доказали свою эффективность на самых ранних стадиях. К сожалению, первичную профилактику они не могут осуществлять, но вот уже развившаяся почечная патология очень хорошо контролируется этими препаратами. Поэтому назначать эти препараты необходимо даже тем пациентам, у которых нормальное артериальное давление, но уже выявлен патологический уровень альбоминурии, то есть когда он уже, так называемый, микроальбоминурии, которую не видим в обычном анализе мочи, но видим в специальном анализе, о котором я уже говорил. Очень многие пациенты, которые приходят ко мне с диагнозом сахарный диабет, говорят о том, что препараты из группы статинов они не любят и зачастую не считают, что они им нужны. И иногда даже демонстрируют мне неплохие показатели уровня общего холестерина и липидный профиль. У них вполне себе ничего. Как вы к этому отнесетесь? Это обязательная терапия для наших пациентов. Я уже поговорила, что наши пациенты живут и погибают в зоне высокого кардиоваскулярного риска. Вообще хроническая болезнь пульчика – это независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. К нам в студию пришла ваша пациентка. Я предлагаю продолжить эту беседу в компании с ней. Галина Степановна, проходите, пожалуйста. Здравствуйте, Дмитрий Александрович. Здравствуйте, очень приятно. Прошу вас позвольте вас поприветствовать. Прошу, присаживайтесь. Спасибо. Первый мой к вам вопрос – как долго вы страдаете с сахарным диабетом? Ну, диагностировали в 98-м году, значит, уже где-то 22 года. Но у меня есть подозрение, что я где-то, может быть, года 2-3 до того. Были некоторые проявления, которые я в то время не смогла как бы как-то квалифицировать. Страдаете ли вы повышенным давлением? Да. Скажите, пожалуйста, а когда впервые ваши доктора заговорили о том, что есть определенные проблемы с функцией почек? У меня это случилось, сейчас скажу, в 2014 году. Я была в санатории, в котором раньше не отдыхала много-много лет, и у меня вдруг белок под единицу, единица. И вот тогда все это завертелось. Я за год где-то пришла к нормальным показателям белка, но в основном это диета. Я принимала все лекарства, которые я до этого принимала, связанные с диабетом, как бы чистым диабетом. А здесь очень жесткая диета. Ни рыбы, которые вы показывали, ни гороха, ни фасоли. То есть ничего бобового, никакой рыбы. И в смысле соли, а вообще рыба в смысле фосфора и соли тоже. Никакой соли. Но я с тех пор как-то научилась кашу, которую готовили утром. Без соли им не нормально. Минар Шамхановна, прокомментируйте, пожалуйста, вот эту ситуацию. Такой резкий скачок, во-первых, да, резкое ухудшение анализа, насколько это часто бывает. Ну, понятно, почему. Этот уровень белка, он был однократный. Вот я к чему говорю, что надо обязательно перепроверять. Потому что, когда мы повторно стали анализировать, у нас оказался этот стабильный, этот показатель на уровне микроальбоминории. И он не превышает этих значений до сегодняшнего дня. Поэтому вот, может быть, тот, скажем, дебют, может быть, и даже, может быть, хорошо, что это привлекло внимание, да. Но дальше он не воспроизводился на таком уровне. А осадок мочи оставался всё время у нас чистым. И дальше Галина Степана у нас получает инсулинтерапию на счёт интенсивном режиме, получает метформин. Ну, и совсем недавно... Галина Степана, сами скажите, мы присоединили ещё этот препарат. Ну, где-то менее года назад мне было назначено новый препарат, который позволяет одновременно со снижением давления осуществлять функцию диуретика. Контроля. Вот, контроля. И вот мне он очень помог. Мне очень мучили отёки. Но вот принимая этот препарат, и, в общем, мне стало значительно лучше. Я так понимаю, что речь идёт о тех революционных классах препаратов, которые изменили диабетологию. Прокомментируйте, пожалуйста. Не только диабетологию, но уже и кардиологию меняют. И кардиологию, наверное, ещё и нефрологию изменят, да. Ну, вот этот препарат, это группа ингипетерсейджи-ЛС2, натриглюконсраспортера типа А2. Они пришли к нам уже, ну, не год, конечно, раньше. И ещё я бы назвала ещё одну группу, агонисты рецепторов глюкогоноподобного пептида-1, вот с большим нефропротективным потенциалом. Вот эти две группы препаратов, они здорово изменили, конечно, и стратегию, и тактику лечения. Казалось бы, уже после такого количества лекарств ничего не будет. И вот произошло. Да. Более того, мы хотим сказать, что они уже, так скажем, исходно задуманы как сахароснижающие препараты. Они уже вышли за рамки вот этой своей первоначального предназначения. Теперь эти препараты, так сказать, начинают рассматриваться как препараты для нефро, кардиопротекции, да. И вот учитывая такие механизмы, очень важные механизмы, в данном случае группа препаратов гиперсвизжелтей-2, вот мы рассказывали, я вначале про антреклубочковую гипертензию. Вот это очень важно, что именно этот тонкий механизм воздействия, эти препараты, это очень важно. И вот действительно мы говорим уже, может быть, мы на подступах и к первичной профилактике где-то подбираемся к этому делу. Помимо этого, очень много других очень важных механизмов снижения альбоминории и контроль скорости клубочковой фильтрации, снижения уровня мочевой кислоты и влияния на сердечную мышцу. В общем, тут очень-очень много, я перечитать сейчас не буду, просто настолько, вот так сказать, разнопланово, что действительно они как бы переворачивают наше представление о лечении. И, наверное, действительно мы теперь говорим о том, что исходно сахароснижающие препараты стали препаратами такого очень важного лечения для пациентов этой комплексной патологии сердечно-сосудистой, нефрологической и эндокринологической. Ну что ж, Галина Степановна, позвольте тогда вам пожелать доброго и крепкого здоровья. Спасибо. Замечательного контакта с лечащим врачом. И, я думаю, что не одним, а теми специалистами, которые вас наблюдают в эндокринологическом центре. Ну, а нашим телезрителям я хочу сказать, что, конечно, сахарный диабет – это коварное заболевание. Оно может поражать не только сердце, головной мозг, но и почки. Но, как мы сегодня убедились, наука не стоит на месте. Появляются новые методы, появляются новые препараты, которые могут улучшить прогноз почти любого пациента. Но и, в конце концов, гемодиализная составляющая, она тоже стала гораздо эффективнее и лучше. Но всё-таки постарайтесь просто не болеть и вовремя обращаться к врачам. Ну, что ж, вот, пожалуй, и всё, о чём мы хотели рассказать в нашей сегодняшней программе. И помните, что осознание своей болезни и готовность лечиться – это уже первый шаг навстречу к исцелению. С вами была программа «Врачи». Смотрите нас на канале ОТР. 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 ОТР.